Первая Нива сошла с конвейера Волжского автозавода 5 апреля 1977 года, почти полвека назад. Так что сегодня уже можно вполне непредвзято и объективно оценивать качество модели, основываясь на многолетнем опыте ее эксплуатации и истории всей дальнейшей линейки автобаза, к которой положил начало этот базовый автомобиль ВАЗ-2121. И основной вопрос к Ниве всегда касается ее двигателя, а то почему за все прошедшие годы на нее ни разу не поставили движок помощнее. Изначально у ВАЗ-2121 карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель на 80 л.с. Позже, в 90-х годах, на рестайлинговых вариантах ВАЗ-21213 поставили практически аналогичный агрегат с чуть увеличенным до 1,7 литра объемом, но с той же, по сути, мощностью. И даже когда с 2016 года машина стала выпускаться, как Lada 4x4, не увеличенная мощности двигателя, ни иного принципиального изменения его параметров не произошло. Почему же так? На самом деле, ключевая причина заключается в самой конструкции. ВАЗ-2121 разрабатывался как автомобиль улучшенной проходимости для сельских дорог. Но никак не вездеход. Также не закладывалось в проекты мощность скоростного разгона по трассам, а при штатном использовании автомобиля в расчетных условиях эксплуатации 80 лошадиных сил всегда хватает и даже с избытком. В случае же установки более сильного двигателя нарушится весь баланс конструкции. Потребуется менять кузов, тормоза, подвеску, трансмиссию и все прочее. Именно поэтому Niva вот уже без малого 50 лет производится с достаточными, но не выдающимися силовыми возможностями. А как вы считаете, нужен ли Niva более мощный двигатель?